Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Приглашаю вас посмотреть моё новое видео. Это будет очередной разговор по душам на тему, сколько во Франции можно заработать на handmade, то есть на том, что мы делаем своими золотыми ручками. Хочу сегодня поделиться с вами своим опытом, потому что буквально вчера мы с Томасом были участниками французской ярмарки, вот здесь вот у нас недалеко, Роштайе Сюр Саон, проходила маршет-де-креасиом, и мы с Томасом отправились туда, чтобы продавать то, что я делаю в качестве своего хобби. Так. Ну так вот, друзья, мы с Томасом приехали туда пораньше, к 7 часам, как, в общем-то, это было указано вот в этом вот листе, вот этот вот листочек, тут, значит, когда записываешься на ярмарку на какую-то, обязательно даётся досье, называется досье анскрипсиум, и там указаны условия проведения этой ярмарки, сколько нужно за место заплатить, например, вот за 2 метра я заплатила 20 евро. И когда уже туда пришли, мы смотрим, там замечательные столики уже стоят, уже всё есть, фамилия моя там написана, где, значит, я должна, моё место там, пластмал, вот, приехали, всё быстренько мы с ним разложили, свои картиночки я повесила, и, в общем-то, с 9 часов должны были уже начать подходить клиенты. Но это воскресный день, и понятное дело, что в воскресный день французы любят долго поспать. И народ начал подтягиваться только после 10 часов. В общем, какие-то бабульки приходили в 10, но в основной массе народ вот где-то с 10.30 и до часу. Мы видели людей, которые приходили смотреть. Я называю таких людей обсерватор, наблюдатели. Почему? Потому что они приходят, делают круг, один, второй, третий, рассматривают каждый стенд, прицениваются, присматриваются, иногда делают фотографии, иногда они делают фотографии, потом они куда-то исчезают. Куда они исчезают? Они идут в кафетерий, там пьют кофе, общаются с друзьями, иногда там журналы дают бесплатные какие-нибудь, или проспектики, или ещё что-то. Потом они делают ещё один тур и уходят на обед. И, как правило, утром бывает очень мало продаж. И вот моя соседка, она продавала вот эти вот книги. Называется эта техника бумажная скульптура или книжная скульптура. Когда в книге странички складываются пополам, и потом там какой-то образ вырезается. Это может быть пейзаж, это может быть цветок, это может быть портрет, или даже целая картина какая-то, понимаете? В цвете или не в цвете. Вот. Вот у неё тоже не было утром никаких продаж. Другая женщина рядом с ней продавала бижутерию. У той одна продажа только была утром. Вот. И я заметила, что даже парни, которые продавали пиво, своё вот региональное пиво, продали всего несколько бутылочек пива. Всего несколько. Вот. И мужчина один продавал конфитюр, варенье. Варенье у него было разных сортов. И, по-моему, какие-то овощные и мясные консервы. В стеклянных таких вот баночках, как сейчас принято во Франции. И тоже у этого мужчины было мало продаж. Продажи были утром. У кого? У двух участников экспозиции. Это женщины, которые вяжут и которые шьют. Вязание и шитьё. Вот. Эти два стенда пользовались большой популярностью. Почему? Потому что погода, в общем-то, уже холодная. Там накрапывал дождь. И вот у женщины, которая занимается вязанием, она представляла шарфы, шляпы, шапки. Такие вот, как уж это называется, такие хомутики, очень тёпленькие, такие мягкие. Я к ней подходила сама два раза. Сама люблю вязать. И для себя я вяжу. Для мужа, для близких, для моих. Вот. Я вяжу. Ну, и тоже люблю на вот таких мероприятиях посмотреть, а что делают другие своими руками. Вот, в общем, эти два стенда пользовались популярностью. После обеда, где-то с часу до трёх, был вообще полный штиль. Может быть, три только посетителей было за это время, которые пришли. И у всех остальных это сиесты. Это время сиесты. Французы отдыхают, спят. И в три часа, как по команде, они повалили в зал. В общем, было очень много посетителей. Дышать практически было нечем. И вот с трёх и до четырёх часов, вот в этот именно час, было очень много посетителей. Что покупали после обеда? Практически ко всем стендам подходили люди. Что я заметила, когда они подходили к моему стенду и натыкались на мою... Где она у меня здесь? И натыкались на мою визитку, где написано моё имя. Моё иностранное имя. Они натыкались на эту визитку, делали круглые глаза, разворачивались и направлялись к другому стенду. Моментально. То есть моё имя Лариса их приводило, видимо, в какой-то шок. То есть они понимали, что это тут славянским духом пахнет, а уж не русская ли она. И разворачивали свои оглобли в другую сторону. Когда я это заметила первый раз, я думала, ну совпадение. Мне, наверное, кажется. Я какая-то мнительная стала. Ни хрена подобного. Пардоньте за мой французский. Когда я увидела это во второй раз, то есть уже посетитель шёл с другой стороны, не слева направо, а наоборот, то есть потому что посетители могли вот так обходить нас кругами. И тоже женщина шла-шла, дошла до моей визитки, почитала, и перешла на другую сторону сразу. Даже не пошла там дальше, а сразу перешла на другую сторону. Вот когда уже во второй раз я это заметила, я взяла эти визитки, где было моё персональное имя написано, и убрала. То есть вот эти вот визитки я больше на марши де Криасьон с собой не беру. И вам, кстати, кто будет это делать, тоже не советую. Во всяком случае, в Европе. Что же я сделала? Как я стала выходить из положения? Потому что визитки-то спрашивали, где можно посмотреть ваши работы. У меня на всякий случай вот такие ещё были сделаны. И вот их я положила потом. Понимаете? И всё. И начались тогда продажи. Правда, продаж было немного. Много заработала я всего 15 евро. В общем-то, друзья, такого ещё никогда не было. Я во Франции всё-таки участвую в экспозициях и в марши де Криасьон. Но более 16 лет я вот как бы занимаюсь этим. Почти 20 лет я живу во Франции. И 16 лет я участник экспозиции и марши де Криасьон, марши де Ноэль. И вот такое первый раз. Что брали? Кстати, подарки для Рождества французы как-то ещё не торопятся, видимо, покупать. Вот такая рождественская тематика, открытки, например, к Рождеству или картины к Рождеству. Вот я, например, нарисовала, да? Они смотрели, они восхищались работой, работа им понравилась. Но как подарок они ещё не рассматривают этот вопрос. Понимаете? Ещё как бы ноябрь, если это заявлено марши де Криасьон, а не марши де Ноэль, они как бы и не озадачиваются покупкой подарков для этой цели. И брали у меня открытки, например, к дню рождения и брали такие небольшие наборы для скракбукинга. И всё. И что я ещё заметила? Что люди идут иногда, вот прям идут они посередине, не приближаются, вот как бы так издалека разглядывают стенды и сумочки свои к себе прижимают с кошелёчками. То есть французы не готовы расставаться даже с какой-то вот мелочью, 2-3 евро, например, да. Ещё они не готовы с этим расстаться. Они пришли посмотреть, где-то что-то может быть выгадать, может быть поторговаться. Кстати, французы не очень-то любят торговаться. Вот люди других национальностей, они готовы предложить другую цену, а французы нет. Вот написано там 20 евро, они вот и заплатят 20 евро. Или там шляпа стоит 35, они готовы заплатить 35. Они не будут так торговаться. Выложат и вот денежки вам, пожалуйста, столько-то. Что ещё я увидела после обеда? Молодёжь что покупала? Молодёжь покупала бижутерию. В основном браслеты. Вот мальчишки, девчонки, школьники покупали какие-то вот такие вот браслеты с верёвочками. На верёвочке болтается какой-нибудь типа оберега или бусина какая-нибудь из натурального камня. Вот это они покупали. Вот это я видела с кулёчками. Я обращала внимание, что вот они от стенда не просто посмотрели и пошли, а пошли с кулёчком, с каким-то в руках. Понимаете? Вот. То есть в пределах 5 евро, 6, 8, в общем, от 5 до 8 евро вот такие вот браслеты молодёжь покупала очень охотно. И родители на это деньги им выделяли. Женщины покупали тоже бижутерию, но из натуральных камней. То есть если это колье, бусы какие-то и серьги, или броши я не видела там, потому что брошь бы я купила себе. Брошь я люблю. Я люблю тоже вот какие-то колье, бусы. Люблю серьги. Иногда Томас мне тоже делает хорошие подарки. Вот. Но те, которые мне понравились, они были не из натурального камня, они были сделаны из пластика. То есть даже если бы это была бы керамика, я бы купила. Но это был пластик. Такой красивый, симпатичный, хорошо сделан под именно керамику. Но когда вот его на вес-то поднимаешь, трогаешь вот эти бусы или серьги, ну понятно, да, где керамика, где пластик. Сразу же можно отличить и понять. Ну в общем я не стала покупать, но подходила несколько раз. Сумочки для телефонов тоже пользовались популярностью. Их брали. Вот. А всё остальное, ну так. В общем продаж было очень мало. Очень мало. Я поговорила с моими соседками, как у них дела в этом году. И что они мне сказали, друзья. Что многие их коллеги, с которыми раньше они вместе принимали участие вот в таких ярмарках, уже летом закрыли, или в начале года закрыли свои малые предприятия. Это называется активитет артизаналь. То есть многие свернули это всё, потому что французы во время кризиса не готовы, не готовы расставаться с деньгами. Всё дорожает, и, конечно, французы подсчитывают свои денежки. Поэтому иметь просто профессию артизан во Франции, это сейчас не очень-то и выгодно. Ну вот, например, если вы занимаетесь рукоделием, как хобби, для вас это не является основным заработком. Это является какой-то, ну, если заработаете, это будет ваша подработка для того, чтобы, например, краски купить или какие-то другие изделия для вашего рукоделия. Вот. Только для этого. Но заработать много денег вы не сможете. Вот женщина, которая шитьём занимается, она шьёт изделия тёплые для детей. И шьёт тоже из... Ну, это не натуральный мех, а это искусственный такой мех. Она шьёт без рукавки. Вот. У неё люди покупали эти без рукавки. Но она мне сказала так, что в летний период это невозможно продать. То есть в летний период у неё нет продаж. И она шьёт сумки. Холщовые сумки. Иногда их покупают у неё. Вот. Тоже начала шить. Она для детей. Такие пелёнки, в которые закутывают малышей, ну, после приёма, например, ванной, да, или душа. Малыша искупали. И надевают пелёнку вот так на голову. Она такая вот, колпачком таким тут, шапочка, как колпачок такой, да, закутывает его, потом приносят и, значит, обтирают. И вот такое вот... Такое вот изделие пользуется у французов популярностью. Его покупают. Потому что малышей купают каждый день во Франции. Каждый день. Вот. И даже школьников. Уж не знаю до какого возраста, но их купают каждый день. Каждый день их отправляют в ванную. Поэтому такое изделие пользуется популярностью. И понятное дело, что люди, которые эти изделия шьют, могут на этом хоть сколько-то заработать и оправдать свои затраты на материю, нитки, электричество. Потому что все машинки же электрические. Это вот у меня там в России на даче стоит машинка с ножным приводом. Этой машинке сто лет в обед. Электричеством не нужно. А здесь-то ведь у всех электрические машинки. Вот. То есть за электричество надо пощадать. За стенд надо пощадать. Ведь мы платим за два метра. А у этой девчоночки, которая рядом со мной была, у нее стенд был достаточно большой. По-моему, четыре метра у нее было. Она была не одна, она была с матерью. Мать как раз у нее вот эти вот безрукавки продавала. А сама-то вот девчоночка свое вот другое вот шитье для детишек. Для бебе, как говорят французы. Для бейби. Вот так. Вот это вот пользовалось популярностью. Ну, вязаные носки популярностью во Франции не знаю, по какой причине не пользуются. Но во всяком случае, вот здесь, в нашем регионе, может быть, в регионе Альпийском, там, где Альпы и холодно, ну, там точно будет пользоваться. В пеленеях наверняка тоже будет пользоваться популярностью. А там, где зимы теплые, снег бывает раз в сто лет, то, конечно, такие вещи не будут пользоваться популярностью. Но безрукавки, шляпки и шарфы вот это, конечно, они готовы покупать. И особенно женщины пожилые с удовольствием берут шляпки. Да не только пожилые. Я смотрела там молодых девчонок. Так были они красиво одеты. Они примеряли эти шляпки. Вот. Яркие шляпки. Такие вот очочки темненькие. Красивый шарф вязанный. Замечательный. Зима не страшна. Вот. Так что, друзья, кто приехал во Францию недавно и не знает, как и на чём может заработать, но у него есть вот такое хобби, записывайтесь на такие мероприятия, подумайте, что вы можете там представить. Вот. И вот я вам говорю, что в эпоху кризиса, естественно, люди будут покупать то, что им ближе к телу. Это что-то из одежды, это будут какие-то украшения, ну и еда, разумеется. Ну и на чём еду подать. Вот. Мастера, которые работают с керамикой, тоже кое-что продавали. Не все, правда. Вот у кого тематика такая, более старой французская, классическая, не очень много было продаж. А вот с каким-то новым дизайном, с какой-то интересной изюминкой, вот такая керамика, конечно, шла на ура. Продажи были у керамистов наших. Но у них и керамика-то стоит достаточно дорого, потому что расходы на глину, на обжиг в печи, на там, если что-то она рисует, художница на этой керамике, то есть на краску, на кисточку нужно тоже это всё. Ну и на сам этот стенд, на презентации у неё керамика стояла на такой этажерке, то есть ей нужно было купить эту этажерку, расписать всё. Она заказала тоже буклеты, визитки, там много всего, что за глину она использует, что это биологически чистое, траля-ля, и тратата, целая там эпопея. Вот, то есть она потратилась очень серьёзно. Но она хотя бы отбила деньги за стенд и за расходы на вот эту вот глину, на материалы на свои. Уж не говоря, там у неё прибыль-то была милипусенькая, как она сказала. Сколько у неё там прибыли-то было? Ну, может быть, 30 евро, не больше. Понимаете? Вот. То есть вот это нужно иметь в виду, что будет пользоваться популярностью в эпоху кризиса во Франции. Вот. Для тех, кто будет записываться и интересуется темой, что необходимо для того, чтобы записаться на такую ярмарку, нужно, во-первых, посмотреть, какие есть анонсы на тот месяц, на какой вы хотите записаться. И искать нужно эти анонсы за месяц, а то и за два. Например, я записывалась на ярмарку, которая проходит в ноябре. Ну, вот вчера, 12 числа, была ярмарка, а я записалась на неё в сентябре. Почему? Потому что досье для записи на ярмарку принимались только до 30 сентября. То есть если бы я прочесалась до октября, я бы на эту ярмарку не попала. Понимаете? То есть за два месяца до начала мероприятия. И когда вы можете участвовать в этом мероприятии, нужно посмотреть эти анонсы. Иногда и за полгода. То есть всё это нужно делать заранее. И когда вы находите этот анонс, вы уже смотрите. Если есть уже прикреплённые к анонсу досье, вот как вот здесь вот у меня досье анскрипсиум, да, вы его скачиваете, заполняете и отправляете по имейлу. Ну, а чек за участие в этом мероприятии, вот 20 евро, я посылала по почте. То есть 20 евро за стенд плюс почтовые расходы послать чек, вы должны иметь в виду. Это ярмарка, которая проходит в своём небольшом городке. Он называется Ростая Елька. Это мой стенд. У меня два небольших стола. Вот такой стенд с картинами. И вот этот стенд с открытками. Здесь вот у меня открыточки. вот так все здесь выглядит. Народ начинает потихоньку подходить. Вот такие книги красивые здесь у моей соседки. Смотрите, какая красота. красота. Вот друзья, мы с Томасом на машине Креасен. мы с Томасом на машине Креасен. Время уже обеда, у нас практически ничего не продано, но зато, так сказать, амбиянсом. Вот, поэтому сейчас я иду, поем что-нибудь, кое-что мы с Томасом приготовили. У нас есть салаты, у нас есть чай и фрукты. И эту вот иду сейчас делать небольшой перерыв. Вот, друзья, это мой овец, так что сейчас заведать и от нас самостоятельно. Друзья, сегодня популярностью пользовался вот этот кит-скрабукинг, вот этот кит-скрабукинг и открытка к дню рождения вот такого вот стиля. Кит-скрабукинг Вот чем, друзья, я хотела сегодня с вами поделиться в этой, так скажем, доверительной беседе. Что-то хотела посоветовать, о чем-то хотела вас предупредить. И надеюсь, что это видео вам понравилось. Ну, вот и всё, дорогие мои. И я прощаюсь с вами. Желаю вам всего доброго. Надеюсь, что у нас у всех всё будет хорошо. До свидания. До новой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова